Бедного песика по кличке Тоша мы обнаружили в лесопарке возле дерева на поводке. Мы отвязали собаку и отвезли в ветклинику. Он долгое время просто лежал, отказываясь есть и пить. Так ведут себя собаки, которых предали хозяева. Однако в жизни случается и хорошее. Тошу забрали и у него уже почти пять месяцев есть дом. Новый хозяин поделился с нами тем, как он приручал пса. Первый месяц в новом доме Тоша продолжал все так же лежать, лишь иногда вставал поесть и когда его выводили на прогулку, его не интересовали окружающие. В лифт приходилось заносить на руках, по-другому не шел, а это было нелегко, ведь Тоша весил 40 килограмм. Однако хозяин не сдался. И тогда Тоша потихоньку стал ему доверять. Он постепенно становился все более ласковым и дружелюбным псом. Оказалось, что знает базовые команды. Свою компанию Тоша не любит навязывать. Если его позовут, то придет и пообщается, а если нет, то спокойно полежит на своем покрывале. Больше Тоша не боится лифта. С 24 этажа гулять спускается спокойно. Однажды в парке он увидел двух ирландских волкодавов и с удивлением смотрел на хозяина, вопрошая, а что бывают такие собаки-гиганты? Порой собакам не везет, и они живут в приюте долгие годы. Но Тоша улыбнулась удача, он задержался у нас на несколько недель. Нам так и не удалось выяснить, кто оставил песика, привязанным к дереву. А Тоша уже не помнит этого человека. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!